Сфера здравоохранения – одна из приоритетных для округа. В условиях Крайнего Севера здоровью жителей региона уделяют пристальное внимание, и бюджетных средств на это не жалеют. А наоборот. Так участников комиссии всерьёз обеспокоил вопрос, хватит ли средств Фонда обязательного медицинского страхования тем сельским учреждениям, которые перейдут в эту систему в 2016 году. И не пострадает ли качество предоставления медицинских услуг. В течение года мы посмотрим эффективность работы в Казахстанской амбулатории дневного стационара. А там мы предусматриваем, кроме амбулатории, дневной стационар, в котором, с учётом юридической возможности, будет обеспечено трёхразовое питание. И в случае необходимости будет организовано дежурство с тяжёлыми пациентами, либо их под дальнейшее выздоровление будет существоваться там, по истечению дежурства, либо они будут направляться в низкую окружную больницу по показаниям. Если система покажет свою жизнеспособность, то и все остальные сельские учреждения здравоохранения перейдут на обеспечение Фонда обязательного медицинского страхования, отметила Нинель Семяшкина. На финансирование медицинских учреждений, которые останутся на окружном обеспечении в 2016 году, запланировано более 840 миллионов рублей. По сравнению с годом прошлым, участники комиссии отметили рост расходов. Ведомство объясняет это удорожанием лекарств и, как следствие, лечения, а также удорожанием тарифов ЖКХ. В эту же статью ведомство включило расходы на организацию питания в медучреждениях. Со следующего года она тоже претерпит некоторые изменения. С 11 января 2016 года, если всё будет нормально, подпишем контракт, это аутсорсинг по оказанию питания. Это Нинецкая окружная больница, это противопокалиозный диспансер и дом-интернат пристрел. Электронный аукцион на оказание услуг по аутсорсингу уже провели. Единственным, кто подал свою заявку, оказалась московская компания Медфуд. Заключат ли с ней контракт, доподлинно пока неизвестно. Как и в случае с системой ОМС, депутаты засомневались в правильности такого решения и рекомендовали департаменту проработать этот вопрос совместно со счётной палатой. Более 30 миллионов рублей департамент предусмотрел на проведение текущего и капитального ремонта медицинских учреждений, и почти столько же на приобретение основных средств. Здесь депутаты оказались единодушны по вопросу закупки дополнительного оборудования для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сократить период ожидания на приборы, которые требуются диагностика. Никаких сомнений у депутатов не вызвала строка бюджета о субсидиях на компенсацию за наём жилья врачам и среднему медперсоналу. Сумма вопроса – более 26 миллионов рублей. На финансовое обеспечение содержание колл-центра в 2016 году направят более 2,5 миллионов. Кроме прямой функции учреждения – принимать заявки населения на запись к врачам, организация несёт и функцию социальную. В колл-центре работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь депутаты выразили к ведомству особую просьбу – посодействовать в утеплении их рабочего помещения. Более 148 миллионов рублей субсидий направят на оплату транспортных расходов по перевозке медицинских бригад в населённые пункты округа. Несколько миллионов медучреждения получат на покупку лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. Более трёх миллионов – на оказание наркологической помощи. Серьёзные средства будут направлены на предоставление бесплатной зубопротезной помощи старшему поколению и жителям населённых пунктов округа, которые относятся к традиционным местам проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Пожалуй, самая большая статья расходов в бюджете – более 2 миллиардов рублей. Эти средства направят на социальное обеспечение и иные выплаты населению Ненецкого округа. В целом бюджет ведомства составил чуть более 4,5 миллиардов рублей. По итогам комиссии депутаты поручили ведомству предоставить дополнительную информацию о переходе в систему ОМС, провести дополнительную разъяснительную работу с медиками, проработать совместно со счётной палатой вопрос организации питания и решить вопрос с закупкой дополнительного оборудования для диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний. Татьяна Поздеева, Ирина Цепетова, Вадим Носкин, Телеканал Север.